Всем привет! Сегодня у нас 20 сентября 2019 года. Показываю новинку моей коллекции сорт ноябрьская. Сорт очень популярный, крупноплодный, очень товарный, широко распространен на территории Украины. В Европе груши отличного качества, очень вкусные, хранится в обычных условиях до декабря месяца. Очень замечательный вкус у этой груши, особенно там в ноябре. Сорт среднерослый, устойчив к парше, к материальному ожогу. Такая груша может быть с ржавленностью. Очень отличное водоношение. Можно видеть сколько груш, тут самая землеветка. То есть и груши довольно-таки все крупные. Может быть размер до 700 грамм у этого сорта. Подвой БА-29. Четыре года от посадки. Такие висят замечательные грушки. И вот еще деревцо есть. Вон гляньте какая груша. В Европе еще ходит под названием Ксена. Ранний зимний сорт. Качество подов на высоте. Я всем рекомендую этот сорт. Кто еще не посадил себе в сад, обязательно сажайте. Вы не пожалеете. Груша достойная. Реально достойная. Гляньте какие груши. Какое качество подов. Мякоть у него аж тающая. Очень вкусная. Грузится отлично урожаем. Сейчас покажу на верхушке дерева. Вот наверху дерево. Тоже такие плоды. Замечательные. Но в листве зеленые. Плохо может быть видно. Товарность плодов видна какая. Сбор плодов производим в конец сентября, начало октября. Плоды хорошо хранятся в обычных условиях, в обычном подвале. Такие вот плодяки. Очень ценный сорт промышленного насаждения. Также его можно использовать в коммерческих целях и для любителей садоводов. Незаменимый сорт в саду. Класс. Очень шикарный. Груша реально стоит внимания, чтобы ей заниматься. Вот такая вот. Такой у нее вид. Сорвем, продегустируем. Уже при хранении. Потому что сейчас Вкус она, конечно, не набрала. Ей нужно отлежаться Как минимум Месяца полтора. Вот как ветки грузятся у самой земли данного сорта. То есть, если бы эту ветку пронормировать, груши были бы еще крупнее. Ну и так видно от руки. Груша не мелкая. Отличная. Сегодня у нас 5 ноября 2019 года. Вот сорт груши ноябрьская в хранении. Решил снять видео, потому что мои огоеды повыедают скоро все. Вот это все, что осталось ноябрьской. То есть, груша очень вкусная. Сейчас посмотрим, какой у нее вес у плодов. Груша может быть до 700 грамм. Некоторые уже желтые. Вот, 546 грамм. Некоторые еще зеленоватые. Сейчас посмотрим. Под 500 грамм 490 грамм. Самые крупные повыедали уже детвора. 376. Сейчас положим. Вот еще зеленоватая. Еще не доспела. 464. Вес крутой, конечно, у груши. Вкус тоже отменный. То есть, подвал спускаются и сразу, папа, где груши? Где груши ты заныкал? А ну давай. Короче говоря, идет она в первую очередь. Это грушка. Может быть чуть ржавленая. Вот, 500 грамм. По кио. По кио. 400 с копейками. То есть, сейчас поменьше положим на весы. Посмотрим. 346 грамм. Поменьше. Есть еще маленькие. Вообще без нормировки те, что 250, грубо говоря. Вес хороший у данной груши. Можно видеть. Так. Сейчас разрежем. Посмотрим, какой у нее мякоть. Вкус. Сейчас возьмем кинжал. Будем резать. Груша, конечно, блин. Видно в руке. Действительно такая вот. Добылая. Полностью вызревшие, вылежавшиеся плоды. На эту пору. Такая мякоть. Сейчас разрежем чуть крупнее. И чуть меньше. Давайте вот эту еще попробуем. Ага. Эта еще не до лежала. Она больше хрустит. Зеленоватая. Тоже полностью выспившая. Вот так вот. Сейчас будем дегустировать. Давайте. Сейчас кусочек отрежу так. При переспевании, вот там вот конец ноября, может со средины начинать генить этот сорт. В обычных условиях. Если в камерах хранится, то может он лежать до января месяца, оттуда до конца января. Ммм. Просто балдеж. Отчетливый медовый вкус, сладкий. Мякоть такая у нее. И в то же время тающая, и в то же время такая. Чуть-чуть как бы. Чуть-чуть-чуть хрустит. Но она тающая, она тает во рту. Ммм. Ммм. Отчетливый грушовый аромат. Кислоты я вообще в ней не ощущаю. Очень вкусная груша. Ммм. Класс. Давайте попробуем. Незазревшую. Ну, ее уже малой начали тягать, наверное, с 25 октября эту грушу. То есть, только начало она желтеть и сразу понеслась душа в рай. Ммм. Даже вот зеленоватая груша, и то она сладкая, сочная. Сейчас она не маслянистая, такая не тающая, больше хрустящая. Ммм. Отличный коммерческий сорт. Я его всем советую. Сажайте себя в сад, не пожалеете. Если нет у вас этого сорта груши, то есть, груша действительно стоит, внимание, это промышленный сорт, широко распространен в промышленных садах и широко распространен в любительских садах. То есть, эта груша известная, уже много кто ее выращивает, то есть, отличный сорт. Просто отличный. Просто, ну, у меня слов нет. Груша класс. И вид, и вес, и вкус, ну, отлично. Кому понравилось видео, обязательно ставьте лайк. Это помогает моему каналу продвигаться и стимулирует меня на показ новых интересных видео для вас. Всем спасибо за внимание. Всем пока.